Советская наука Казахстана Комплексность в исследованиях и коллективность в их выполнении являлись основными принципами в организации научной работы в Академии Наук Казахстана. Полный света, он хотел видеть свет и в других. О грехе следует простить, хорошее в человеке следует взрастить. В каждом отдельно и во всем народе взрастить культуру, мораль, науку, экономику, взрастить светлое будущее для дорогих казахов. Он к этому хорошему для людей шел через науку и недра, через воспитание научных и культурных кадров. Так что, возможно, развитие геологии не было его конечной целью. Все же конечной целью была справедливая, содержательная, перспективная жизнь в степи. Если бы вот меня спросили, кто больше, конечно, Монтайч, государственные дети или ученые, Вот я бы осмелилась сказать, что он ученый государственные дети. Потому что ни одно государственное мероприятие в республике начинает открытие, месторождение, разработки. Жизды в войну, джизказган, кормет комбинат, тимиртау, экибастуз, узкоминогорске. Это все, конечно, Монтайч. Каким бисерным почерком писал этот человек? Вы знаете, что почерк определяет, говорят, характер человека. Казахстан – классическая школа для геологов. Это говорил его учитель академикусов, и он повторял это. Вот 12 пункт у него была. Роль ГМИ. 14 лет Казбми выпускает своих питомцев. Они в Казахстане, в других республиках. Они, в общем, не подкачали добрую репутацию Казбми. Они на рудниках, они в геологоразведке, они в Академии наук. Вы подрастающие, считайте, что как будто Каныш Монтайч по прошедшим 55 лет сегодня обращается к вам, потому что это подлинное его обращение к студентам. Вы подрастающая смена геологов. Какие пожелания я сделал бы вам? Учиться, учиться, учиться упорно, учиться добротно, с юношеским энтузиазмом и любознательностью, с упорством, с целеустремлением учиться и оплодевать знаниями не формально, а фактически, не проглатывать зачеты, а переваривать знания творческие, критические осмысливания. Помните всегда, что школьное знание, в том числе и вузовское, вводит вас в курс лишь самых общих истин и выводов науки, указывает методику работы над первоисточниками, чтобы постигнуть ее отдельные детали. Наряду с ученой и учебной литературой для геолога основным переисточником является Великая книга природы, представляющая в виде разрезов, обнажений, буровых скважин и так далее. Эта книга природа, на первый взгляд, не так бывает полной и стройной, как, скажем, печатные книги. Часто в ней бывает много пропусков, загадок. Поэтому, помимо зоркой наблюдательности к фактам, геолог должен обладать немалой силой творческого воображения, чтобы из этих разрозненных, почат сложных и неясных фрагментов, воссоздать истинный текст отдельных страниц этой Великой книги природы. Геолог не должен быть слепым фиксатором фактов. Он должен их осмыслить и связывать в единое стройное цепло. Труд геолога такой же творческий, как труд архитектора, воссоздающего на основе разрозненных фрагментов общий ансамбль. Геолог должен обладать определенной долей фантазии, чтобы создавать рабочую гипотезу. Но гипотезы геолога должны строго соответствовать истине, не застать работ предвзятой гипотезой. Для геологии, как и для всякой естественной науки, основная база аргументы, реальные факты. Уметь сочетать теорию с фактами – большое искусство для геолога. Сколько геолога стала жертвой неумелого сочетания. Геологу нужно начать с производства. Это святое правило было у Каныша Монтайча. И свою дочь, будучи президентом, он после окончания ГМИ, вашего института, он послал на производство. И она семь лет работала в экспедиции, как простой советский человек, а не дочь академика, члена президиума Большой Академии. И только после семи лет она пришла в институт, пройдя все ступени от лаборанта, старшего МНС, доктора наук, и все это уже после его кончения. Светлый человек скромен, благороден, трудолюбив. Темный озабочен собой, светлый – общим делом. И только гений умеет выращивать будущее. Три великих произведения оставил после себя Каныши Монтайевич. Большой же Сказган, Академия наук Республики Казахстан, Институт геологических наук. Также прямо или косвенно он послужил автором и соавтором для многих других замечательных научных формирований. Но не только ум, знание и воля послужили причиной для столь необычной плодотворности. В 1948 году записался на прием, хотелось поговорить с ним. Он принял меня. Я принял в большом кабинете, прямо около двери, входной двери. Как всегда, он людей уважал и встречал. Не на своем месте сидения, а у двери. Встретил. И успокоил, и я волновался сильно. И он встретил, и посадил меня около себя. И стал говорить, что он про меня слышал у некоторых людей. Вроде, уж уж я еще в институте неплохо. И вот он дал мне такое предложение. Вам надо продолжать, ушел продолжать знания в Академии наук. В Академии есть такой крепость. Этот крепость надо взять. А для того, чтобы взять эту крепость, надо знать много, очень много. Чтобы знать много, не только много вообще, а знать об Академии, надо трудиться, читать много и трудиться. За 50 лет сменилось два поколения. И каждый год мы находим 10, 20, 30 статей, или кто пишет. Вы знаете, как Нур-Султан Абишевич о нем высоко говорил, что на такую высоту от казахов не поднимался еще никто. И как он сейчас, у Лутао, будучи, открывая эту дорогу, сказал, что строительство этой дороги, это равносильно открытию Джизказгана этим великим казахам, великим ученым, Каныши Монтайча Саттаеву. Вот открывали ваш памятник, Ханиса Канышевна вслух сказала, что вторую жизнь Каныши Монтайчу дал Нур-Султан Абишевич. В дни визита советской делегации в Англию академика Сатпаева спросили, что он думает о Черчилле. Каныши Монтайевич ответил фразой из любимой книги «Война и мир» Толстого. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Вы знаете, что Каныши Монтайч, создавший академию и подготовивший для академии десятки докторов и кандидатов, он руководителем не стоит ни по одной диссертации. У Каныши Монтайча в этой части нет ни одного, потому что он не ставил свою фамилию. Он все делал сам, писал сам и считал, что это его обязанность помогать этому. Я недавно только нашла записки Таисии Алексеевны, написано «Один день жизни Каныши Монтайча». Вот она пишет, как он в восемь встал и в восемь вечера пришел домой. Сколько за это время он успевал? Он говорил, жизнь такая короткая, что тратить ее на пустяки, на какие-то выяснения отношений, на какие-то мелкие вопросы, проблемы просто преступно. Он однажды признался Алексею Брагину, писателю, что я люблю работать. Просто сказал. А то, ну, трудно бы, ведь можно работать и как, и всю жизнь рыть, и закапывать котлованы. Но другое дело, это вдохновенный, творческий труд, с ясным пониманием, как сказал Назарбаев, с ясным пониманием конечной цели. Зачем ты это делаешь? Для того, ты потом, как инженер, у него были все-таки инженеры склад ума, он не мог не понимать, что задачу видел как бы общую. И поэтапно ее притворение в жизнь. Поэтому все его большие проекты, такие как прогнозная металлогеническая карта Центрального Казахстана, организация науки в Казахстане. Ведь он приехал в Алмату в 41-м году. Этот институт геологии был первым по-настоящему научно-исследовательским учреждением в Казахстане. К концу войны, в 45-м году, уже 15 институтов было. Через год встал вопрос о организации Академии наук в Казахстане. И, конечно, как руководитель казахского филиала Академии наук Союзной, Каныш Монтайч работу взял на себя. Горькую выскажем правду. Именно безвинная чистота вызывает у хищных прицельный прищур. Особенно, если чистый агнец купается в славе. Хищные уверены, что все благоземные полагаются им по праву хищного. Когда травят безвинного, историки нам это объясняют какой-то рациональной причиной, объективной или частной. А ее порою нет. Именно злая натура хищников заставила их покушаться на лавры и на судьбу ни в чем не повинного, сиятельного Сатпаева. Это был зов их натуры. Да и век был такой, что темные души над чистыми издевались повсюду. От Балтики до Тихого океана. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И прекрасного музыканта, музыковеда Абдукарима Ажаминовича Садпаева Ну и, конечно, навсегда в его сердце оставило глубокий след Каждая эпоха хороша и тяжела по-своему Эпоха Садпаева отличалась тем, что над гражданами грозной тучей нависла жестокая власть Власть отняла у Садпаева троих братьев Нанесла многим вокруг него страшные удары А он ради Казахстана продолжал светить и работать Особенно, скажем, вот Абекезий Садпаев Ведь он был не просто просветитель Учитель русского языка В Семипалатинской учительской семинарии Он был директором долгие годы Этой Семипалатинской учительской семитарии Где преподавал Ахмед Байтурсынов, Муржахад Дулатов Братья Белослюдовы Назипа и ее супруг Нургали Хулжановы Это замечательные, знаменитые просветители Как мы знаем, борцы за независимость Казахстана И среди вместе коллег у учеников Там учился и сам Каныши Матайч в этой семинарии И вместе с ним учились и Мухтар Ауэзов Алькей Маргулан Другие замечательные, видные представители казахской интеллигенции И, конечно, потеря такого родного для себя, близкого Человека, как Абекезий Садпаев Каныши Матайч воспринимал очень остро Когда он заполнял анкету Оксфордского университета То в числе своих учителей он назвал, безусловно, не только академиков Михаила Антоновича Усова, академика томского геологии И Владимира Афанасьевича Обручева Но он сказал, всю мою жизнь Моим учителем был Абекезий Ильич Садпаев На наше счастье Садпаев остался жив и на свободе У академика нашлись заступники И враги отступили Вернее, в обществе стало меняться освещение И когда спрашивали у Таисии Алексеевны А за что гонение на Каныши Матайча Она всем отвечала Не за геологию, а за идеологию Потому что обществоведы не так историю описали Не так кинесары представляли И за это Каныши Матайч пострадал Но когда ему все это приписывали То ему припомнили, что он скрыл свое байское происхождение Вступая в партию Хотя Каныши Матайч в партию вступил В 45 лет, уже достигнув всего Каныши Матайч ни перед кем не стал оправдываться Он написал письмо Сталину Я один из казахов, кому впервые посчастливилось Поступить в ВУЗ и окончить советское время Свыше 32 лет сознательной жизни Я верой и правдой служил интересам партии и народа В том числе 15 лет в качестве геологов Центрального Казахстана И 11 в качестве руководителя науки Если бы дело состояло только в освобождении меня от поста президента Я, конечно, не позволил бы себе отнимать ваше время Своим настоящим письмом Ибо на любом посту, на котором сочтет нужным Использует меня партия Я приложу все силы, все знания Чтобы оправдать ее доверие Меня побуждает обратиться к вам, дорогой Иосиф Виссарионов Другие мотивы, а именно Сознание незаслуженности столь тяжелого наказания А также совершенно несправедливо приклеенный мне на склоне жизни Позорный ярлык опекавшего националистов Вы знаете, это самое больное место было у него Поскольку ему присвоили, что он баянаульцев собирал А эти баянаульцы, это великий Маргулан Это великий Виктуров химик Это много великих академиков, которые он принес Он знал своих доносчиков Однако не вступал с ними в полемику Честь не позволяла Внутренний свет не позволял ему выяснять то, что в других людях сидела, как постыдная болезнь Подлость Если же кому-то не стыдно писать клевету Канышу Садпаеву было стыдно вдвойне Из-за себя, из-за клеветника Я смотрю на свое настоящее положение Как на результат, хотя и тяжелого, но случайного недоразумения своей жизни В этой связи я обращаюсь с глубокой своей просьбой к вам, дорогой Иосиф Виссарионов Об оказании вашей помощи в содействии, скорейшем, объективном рассмотрении моего вопроса Чтобы с меня было снято незаслуженное позорищее клеймо опекателей-националистов Говорят, и писала Мия Исканышевна, есть такая статья Это письмо было написано на 55 страницах Где он изложил весь свой путь, развитие академии, геологии И вот это небольшое сопровождение Товарищ Сталин познакомился и написал Садпаеву верить, от партии не отлучать И таким образом, Каныши Монтайович, в 55-м году, после трех с половиной лет Отлучения от Академии наук президентства И с этим клеймом был снят с него выговор Он был восстановлен, избран снова президентом И до последнего своего дня был на посту президента Академии наук Казахстана Его в 51-м, 23-го ноября освободили Через три с половиной года реабилитировали Но за это время он же ведь мог даже не вернуться в Казахстан Он не был уверен, что его оставят директором института И только когда Шаяхметов туда приехал Ему предлагали в Москве быть в отделении директором СССР института Он всегда говорил Я казах по природе и по существу И нигде своей жизни, кроме Казахстана, не представляю И поэтому его вернули Ауэзова, его, Айжубанова Вернули в Казахстан И он остался директором института И за это время он сделал металлогеническую карту Как он говорил, не было бы счастья, да несчастье помогло И в результате получили в составе восьми ученых Наших геологов, они получили Ленинскую премию Так что вот так Спасибо Казахстан часто называют Женщины Советского Союза И это вполне правильно Поскольку уже в настоящей, далеко не полной стадии изученности Казахстан занимает первое место в мире По запасам крома и ванадья Первое место в Советском Союзе По запасам железа, меди, свинца, пинка, вольфрама И одной из первых в Советском Союзе По запасам марганца, угля, нефти, фосфоритов, молебдена И разных, так называемых, редких и рассеянных металлов Имеющих важнейшие значения в оборонной промышленности Машиностроении и новой технике Человек без мечты, что фонарик без лампочки Мы все как-то светим Но он был прожектор И свет его светит нам по сей день И будет светить всегда Молодая наука Советского Казахстана Имеет обширный диапазон научных исследований Учеными Казахстана сейчас исследуются И далекие звездные миры И сокровенные тайны атома История жизни наших далеких предков Однако главное свое внимание наука Казахстана Направляла и направляет на изучение многогранных И богатых производительных сил республики Поистине титанистская работа ученых и производственных геологов Казахстана Превратила республику в мощную и нещерпаемую базу минеральных богатств Но задачи стоящие перед наукой в Казахстане Поистине бескрайние Недра Казахстана заключают Мирового значения запасы Практически всех видов цветных Черных, благородных, редких и рассеянных металлов Сырья для минеральных удобрений Углей, солей, стройматериалов Теперь Казахстан представляет Не только край мощной многотраслевой индустрии И покоренной безбрежной целины Но и край цветущей науки и культуры Ярко расцвели литература и искусство казахского народа Которые уже вышли на общесоюзную и мировую арену Ну и он был народный человек, конечно, Матайш Вот есть такое выражение у казахов Халах-тагадама Народный человек Он понимал, зачем живет народ Что ему нужно, как и зачем В чем его будущее, скажем Что будущее Казахстана Он не мог не видеть, что это полезно и ископаемое То, что мы сейчас живем От этого будет и электричество, и города, и железные дороги Все это нам принесут наши полезные ископаемые Пущенные в нужное дело Но для этого, как Абай говорил Нужны знания и труд Будущее выращивал до него Абай Этому призванию Абай был предан как поэта-философ Как воспитатель нравов Каныш не был философом и воспитателем Но он недаром любил Абая Каныш тоже имел потребность сложное многообразие жизни Сводить к законам Он также ставил принципы поведения выше личных желаний Он имел такое же стремление к ясности мысли и душевной чистоте Он был человек последовательный И любым его словом, одним из самых любимых Было слово комплексное Комплексное изучение, комплексный подход Даже вот свое детище, вот любимое За то, что они Ленинскую премию получили Это комплексная прогнозная металлогеническая карта Центрального Казахстана Это была генерация, воспитанная на идеях Абая Это свободолюбивых, демократических Абай, в общем, показал ясный путь Куда должен двигаться весь казахский народ И каждый отдельный представитель этого народа И вот Каныши Мантайш один из первых пошел по этому пути И как же он был воспитанник этой генерации На их примере, на их знаниях Отношение его к жизни прежде вырабатывалось Потом в семье, с самого начала Был жерде Атақты Шорман ауэлетті тұрған Сәтпай ауэлетті тұрған Был кислердің көптеген муқымыстылар Қазақ қазақ қалқына көптеген ең бек сіңірген ауэлет адамдары болған ЦиркзғҚа Қазақ қырған қырбатті тұрған пошел Каныш. И то, что обоеведение у нас развивалось, языкознание, это огромный заслуг Каныша Монтайча. Если подойти он в комплексе, в общем-то, развитие всех наук он, как бы, курировал, будучи президентом Академии. Ведь все было в зародыши, только-только зарождалось. Чем подвиг Каныша Монтайча и его сподвижников? То, что мы говорим сейчас, как бы, о некой данности, современная наука Казахстана. Но ведь если обае можно назвать основным по логикам, письменной казахской литературы, современной даже, можно сказать, то Каныша Монтайча можно назвать основополонником и основательной современной казахстанской науки. То есть на тот уровень исследователей, на который они вышли, на которого вывели казахстанскую науку, это был международного класса в то время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА